Лиссабонский акведук В Лиссабоне на автобусных остановках по утрам открываются мини-кофейни, и португальник, который не успел купить чашку для дома, может сделать это здесь. В Лиссабоне на автобусных остановках по утрам открываются мини-кофейни, и португальник, который не успел купить чашку для дома, может сделать это здесь. В Лиссабон и направляясь на север страны. Регулярные однодневные экскурсионные туры из Лиссабона в Обидуш, Назаре, Баталью и Алкубасе можно заказать в любой туристической фирме города. Стоимость 75 евро с человека, либо 360 евро за группу из 4-х человек, или 450 евро за группу из 5-8 человек. Обед 15 евро оплачивается отдельно. От Лиссабона до городка Обидуш мы ехали около часа. При этом на протяжении всего пути наш гид не умолкал ни на минуту, постоянно делясь с нами полезной и интересной информацией. Это еще один плюс в пользу организованного экскурсионного тура. Как всем памятникам национального значения, которые расположены в высших дворцах и крепостях. А так называется Фоузада де Обидуш. Высадившись на парковке и посетив по надобности санитарное помещение, мы отправились к крепостным стенам. Построенный в 5 веке городок Обидуш славится тем, что здесь сохранилась крепостная стена, построенная в 14 веке. Также этот городок славен тем, что здесь производится лучший вишневый ликер в Португалии. Как и в древние времена, вход в город осуществляется через южные ворота Девы Марии, украшенные внутри бело-синими азулежами 18 века. За крепостными стенами царит средневековая атмосфера, которая дарит ощущение нереальности. Как будто время повернуло вспять, и мы оказались в сказке. Название Обидуш произошло от римского «Обитум», что означает «город, расположенный в крепостных стенах». Археологические раскопки показали, что первое поселение здесь появилось еще в период Римской империи, примерно в I веке до н.э. В 450 году уже наши эпохи деревни захватили Вестготы, которых впоследствии вытеснили арабы. Именно рукам арабов принадлежат основные постройки городка, большая часть которых датируется 8, 9 и 10 веками. А выкрашенные белилами стены домов – также заслуга бывших хозяев Пиренейского полуострова. В 1148 году первый король Португалии Дон Альфонсо Энрикиш изгнал мавров и установил на этих землях свою власть. В 1282-м король Дон Дениш подарил миниатюрный городок своей невесте Донне Изабель. Дева оценила столь щедрый свадебный подарок и частенько посещала это красивое место. С тех пор влюбленные португальские короли не стали ломать голову в поисках необычных подарков своим избранницам. Обидуш стал известен как свадебный город и передавался по наследству королевам Португалии, за что и получил свое второе название – город-королев. Монархи дарили его своим подругам и затем проводили здесь медовый месяц. Городок, как паутина, окутан узенькими улочками, и только две из них являются более-менее широкими и называются туристическими. На них располагаются уютные кафе и маленькие сувенирные и винные магазинчики. Сейчас я попробую вишневый ликер, прежде чем его купить. Его подают обычно в шоколадных кружечках, сначала выпивают ликер, а потом съедают посуду. Оу, бригада. Очень вкусно. Стоит это удовольствие 1 евро. Даже убежденным трезвенникам я рекомендую зайти в один из винных магазинов и попробовать вишневый ликер джинджа. Это традиционный напиток обидуша. Пить его обязательно надо из шоколадных стаканчиков. Вкусный, ароматный, с вишенками на дне бутылки, никаких консервантов и красителей. Купить за пределами Португалии его не удастся. Поэтому, не откладывая, сразу стоит выбрать бутылочку ликера по вполне приемлемой цене. От 9 до 14 евро. В зависимости от объема и производителя. А особым ценителям сладкого алкоголя я советую купить шоколадный ликер. Очень вкусно, поверьте на слово. Изобилие сувениров хочу выделить необыкновенно красивую керамику. Это инопольные вазы, выполненные в дворцовом стиле, авторские тарелки, картины на стены, подставки под горячую посуду, банки для сыпучих продуктов и иная кухонная утварь. Цены начинаются от 3 евро и выше. Очень много сувениров. В основном это керамика и различные салфетки. Кружечки по 3 евро. Недешево. Есть здесь и вышитые скатерти, футболки и бейсболки с национальной атрибутикой и, конечно, изделия из пробки. Пробковые изделия очень дорогие. 125 евро сумочка из пробки. Купив бутылочку ликера и пару керамических магнитов, мы пошли к бывшему арабскому замку. Благодаря крепостной стене, общая протяженность которой 3 километра, здания городка практически не разрушались. Это касается и самой средневековой крепости, выполненной в романском стиле и защищавшей ведуш на протяжении многих столетий. Видно, что строили здесь, думая о будущих поколениях. Даже возвышающийся над городом замок Мавров был перестроен не из-за старости, а по приказу короля Дениша для удобства королевской семьи. Сейчас там располагается гостиница. Сейчас мы отправляемся в Пусадо. Так в Португалии называются отели, которые располагаются в старых замках, либо в монастырях. У входа в крепость находится смотровая площадка, откуда весь город как на ладони. Отсюда хорошо виден и акведук, водопровод 18 века, свободные воды. Его уже давно не используют, и сейчас это просто исторический памятник. А вот крепостная стена до сих пор эксплуатируется людьми. Правда, привлекает она в основном приезжих и иностранных туристов. Большинство гостей стремятся подняться на саму стену, но так как там нет никаких страховочных ограждений, оставлять на ней без присмотра детей, стариков и слегка опьяненных вишневым ликером друзей, я вам не советую. Тем более, что высота стен в некоторых местах достигает 5-6 метров. А церковь Сантьяго в городке Абедуш сейчас используется для проведения португальских кондитерских фестивалей. И здесь все покрыто такой сахарной пудрой. То есть на самом деле это не сахарная пудра, а специальная посыпка. Но такое ощущение, что мы попали в пряничный городок. Несмотря на свои небольшие размеры, Абедуш является городом круглогодичных фестивалей. В Страстную неделю здесь проходят театрализованные представления Страстей Христовых. В июле традиционная средневековая ярмарка. К этому празднику готовятся заранее, и гости, одевающиеся в средневековую одежду, проходят на праздник бесплатно. В октябре проводится фестиваль старинной музыки. А в феврале здесь проходит традиционный фестиваль шоколада, подготовку к которому мы и застали. В 16 веке недалеко от Абедуша построили фабрику по переработке какао-бобов. Поэтому сейчас этот город является шоколадной столицей Португалии. Спустившись вниз, мы оказались на центральной площади. В этой церкви Святой Девы Марии долгое время жила и работала известная португальская художница Жузефа Абедуш. А вот на этой площади, она также называется Святой Девы Марии, проходят ежегодные международные фестивали шоколада. Фасад и дверь храма украшены в стиле Мануэлина. Внутреннее убранство церкви, а именно алтарь и весь иконостас, выполнены Жузефой де Абедуш. Для искусствоведов до сих пор остается загадкой, как, никогда не покидая стен города, она знала каноны и приемы изобразительного искусства. Ее уникальные картины украшали монастыри Алкубасы, Батальи и Эворы, церковь Обедуша и церковь Святого Петра, где впоследствии была похоронена Жузефа. Будучи самой известной португальской художницей, она оставила еще одну загадку – свой облик. Как выглядела Жузефа, никто не знает, так как автопортрета она, увы, не оставила. К сожалению, из-за того, что на обзор всего города отводится очень мало времени, долго гулять по улочкам и любоваться достопримечательностями нам не удалось. Поэтому, будучи в Обедуши, в первую очередь направляйтесь к крепости, оттуда на главную площадь. Если успеете, загляните в музей, купите сувенир с местным колоритом и обязательно попробуйте вишневый ликер. А если удастся попасть на фестиваль, то оставайтесь здесь на целый день. И тогда вы точно поймете, почему его дарили короли своим невестам. Ведь это город-сказка, очутиться в которой мечтает каждый. Обедушь находится в 80 километрах на север от Лиссабона. Городок называют историческим музеем под открытым небом. Здесь расположено 23 культурно-исторических объекта. Поклонникам старины необходимо посетить муниципальный музей Обедуша. В экспозиции представлены предметы церковного искусства, скульптура и живопись. Там хранится картина с подписью знаменитой португальской художницы Жозефы Ди Обедуш. Помимо этого, в музее большая коллекция французского и английского оружия эпохи Пиренейских войн, мебель периода барокко и археологические находки времен римского владычества. Назаре – типичный рыбацкий поселок. В свое время он был центром рыбной торговли всей северной части Португалии. Здесь практически нет отелей, а туристы снимают квартиры, то есть апартаменты. Средняя стоимость – 25 евро за комнату в день. Большинство домов сохранилось еще с XIII-XIV веков. Построены они по арабскому типу, с крышами-террасами, чтобы можно было сушить фрукты, орехи и, конечно, рыбу. Поселок находится на двух уровнях – нижнем, современном, и верхнем, с историческим центром. Вообще свое название поселок получил от скульптуры Девы Марии, привезенной из израильского Назарета. Церковь в городке Назары славится тем, что здесь хранится скульптура, сделанная Отцом Иисуса Христа, которой более двух тысяч лет. По легенде, до того, как на Пиренеи пришли арабы, эти земли населяли визготы. Именно у них и хранилось скульптурное изображение Богородицы. Чтобы христианская святыня не попала в руки мавров, ее закопали в тайном месте в VIII веке и нашли только в начале XII века. В 1189 году на месте удивительной находки возвели часовню, а в XVI веке – церковь Назары, где и поныне хранится святыня. Одна из стен церкви украшает сцена, рассказывающая о том, как было найдено изображение Богородицы. Снимать и фотографировать здесь нельзя, но для нас сделали исключение. На площади перед церковью летом каждую субботу проходит уникальное рыболовное представление – Шавега. А сейчас здесь торгуют рыбацкие жены. Назары – это рыбацкий городок, и славится он еще тем, что здесь женщины называют «женщины семи юбок». То есть жены рыбаков, когда их муж уходил в море, надевали первую юбку, первый день. И так до семи дней. Если рыбак возвращался, то женщина надевала цветную юбку, если погибал в море, то черную. Юбки до колена. Так вот, рыбацкие жены во время сезона рыбацкого продают рыбу, а вот сейчас продают сухофрукты и орехи. Ола! Вау! Да и вот попробовать. Ммм! Ай, медиам. Ай, медиам. Файют? Медия. Ай, медиам. А, а. А что это? Пинья. Пинья это... Как у нас кедровый орех, здесь среждиземноморская сосна, вот ее орешка называется пинья. Чудесная. Ну вот такую вот, давайте. А какая лучше? Микс. А что это? Бобы? Это бобы, да? Мама! Мама! У бригады. Это верхняя часть, историческая часть города, сам он состоит из двух частей, верхняя и нижняя. Так вот, потом мы спустимся в нижнюю часть, и там нам обещают настоящий рыбацкий ужин, то есть с рыбой, с зеленым вином и интересным супом из морепродуктов, томатным супом с макаронами. Рядом сувенирные магазины для туристов и отличная смотровая площадка с великолепным видом на океан и пляж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В нижней части Назаре вдоль всего пляжа тянутся бесчисленные кафе и рестораны. Поэтому можно зайти в любое приглянувшееся заведение и отведать свежайшие, только что выловленные морепродукты. Такого в Португалии не встретишь больше нигде. Это наш фирменный тур, он так и называется виногастрономический экскурсионный тур. Я бы рекомендовала его всем практически людям, которые настроены на знакомство со страной, которые хотят не просто получить минимальную информацию или посетить одну-две экскурсии, а которые хотят максимальную информацию получить о стране и попробовать все те изюминки, которые есть в Португалии. Про еду хочу оговориться отдельно. Португальцы народ, который очень любит поесть и хорошо выпить. И у них очень много разных блюд, разнообразных, которые мы постарались практически все поднести в этот блюд. О чем я говорю? Ну, это, безусловно, различные напитки, такие как Мадейра, такие как Портвейн, такая изюминка как Винью Верде, это зеленое вино, которое делается только в Португалии. Плюс это мясо черного поросенка, безусловно, это Бакаляу, так называемая, треска, которую едят в Португалии, начиная там с 14-15 века, когда мореплаватели брали ее с собой в походы. Это, безусловно, свежайшие различные виды рыб. Это и рыба дорада, и сибас, и рыба сабля. Ну, в общем, огромное количество множества. Практически все рыбы, которые водятся в Атлантике, все это можно попробовать в Португалии. Безусловно, морепродукты такие, как креветки, как устрицы, все это можно заказать. Как правило, у нас в гастрономическом туре бывает деление такое, кто-то предпочитает рыбу, кто-то предпочитает мясо. И у каждого свои восторженные отзывы. Кто-то говорит, что замечательное мясо черного поросенка, и ничего вкусного не имел. А другой очень прохладно отзывается о мясе, зато говорит, но рыба была замечательная. Но так, чтобы не понравилось никому, не было ни разу. Так много всяких заготовок. А, вот рыба. Дорадо? А, сардины. А сардины прямо не потрошенные получаются? Нет, сардины никогда не потрошенные. Просто кладут соль, даже, видите, не разрезают. А потом, когда мы едим, вот эту вот корочку осторожно убирают, и мясо вот так вот осторожно едят. Все это подается с овощами. То есть обычно с отварной картофишкой, да? И листва салата с помидорами. Оливковое масло. А суп где, который вот? Супа. А, макароны. А где рыба? А рыба кусочками. Их пишут на эктат, друзья. Я бы кусочками. Бульон для того, чтобы потом кусочки рыбы сюда положить. А бульон рыбный? Да, это рыбный. Рыба, вода, рыба, все, потомат. Очень здесь много мука. Немножко картошки. Немножко это все в пюре перерабатывается. Оливковое масло. А томат. Оливковое масло. Чеснок. Да. И вот когда пюре сделается, кладется макароны. Макароны. Туда за шпиниш. Все это варится с рыбой. Да. А потом они убирают рыбу, разделывают, и потом перед употреблением уже снова кладут. А вот там дорада. То есть у сардин сейчас не сезон, зато вот дорада. Вот так вот выглядит. Большая, красивая рыбка. Сейчас их вот вылавливают, да? Сейчас они свежие, прямо здесь ловят. Понюхайте даже запах какой-то. Посмотрите, какие они вкусные. Ну, глаза у них вообще-то такие чистые, красивые. Да, пахнет свежей рыбой. Там он дорада жарит. То есть рыбу вот как ее разрезали по хребту, положили на гриль, да? И с двух сторон обжаривают. Чтобы не прилипало, да? Чтобы вкусно. Ну и чтобы вкусно. А когда солят? Солят сразу. Вот дорада и картофель. Да, вот здесь, например, это. Они растворили килограмм масла, положили туда лимон для того, чтобы поливать. Это сливочное масло. Сливочное масло с лимоном для рыбы специально, да? И овощи, да? И овощи. Прям сверху просто картошки, да? Дорада, отварной картофель, морковь и лимон. Все очень просто и вкусно. И мы работаем в роли официанта. Нам принесли уже салаты, и сейчас мы несем рыбу. По правилам салаты поливаются здесь оливковым маслом. Экстра-вежем. Сдабриваются фруктовым или виноградным уксусом. Слегка перемешиваются. И едят. Вильнаверде так называется, известное португальское зеленое вино. Оно производится только в Португалии. Бывает белое и красное. Называется оно зеленым от названия области, где его производят. Зеленое. То есть очень много зелени, лесов, полей и так далее. Молодое вино слегка газированное. Очень освежает. Обед в Назаре в ресторане на берегу океана обойдется примерно 80 евро на двоих. Самые дорогие блюда, приготовленные из морепродуктов. Так, за рыбу Сибас, рассчитанную на две персоны, придется выложить 35 евро. За лобстера 80 евро. А сорти из морепродуктов 60 евро. Зато рыбный суп стоит всего 2,5 евро за порцию. Жареная на гриле Дорадо 8,5 евро. Бутылка зеленого вина от 8 до 10 евро. Оставшийся час мы провели на пляже, продвиженность которого более одного километра. Несмотря на то, что по местным меркам на улице стояла зима, я разулась, босиком прогулялась по песку и даже мочила ноги в океане. Все пляжи в Португалии бесплатные. И очень часто люди приезжают сюда с палатками, ставят их и живут на берегу Атлантического океана. А песок ведь изумительно чистый и белый. А когда солнце, кажется, что с голодой. Субтитры подогнал «Симон» В монастыре городка Алкубаса покоятся португальский Ромео Джульетта, Дон Педро и его возлюбленная Инесса де Кастро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Субтитры создавал DimaTorzok